Всем привет! Сегодня в Охотник.Энет отличный обзор. Это обзор на пистолет. Вот такой вот пистолет фирмы Иваникс южнокорейского бренда. Это Иваникс Рекс Пи. Есть еще карабин. Тоже Иваникс Рекс он длиннее. У карабина ствол длиной 50 сантиметров. А здесь только один пистолет всего 40 сантиметров. То есть это самая короткая модель в линейке. Калибр у него монстреальный. Чем же он так хорош? Ну, во-первых, он очень мощный. Во-вторых, там есть любые калибры вплоть до гигантских. У нас сегодня практически самый большой. У этого пистолета маленький резервуарчик. Совсем малютка. Заправляем, кстати, портативным компрессором. Сейчас очень быстро. На манометре у нас ноль. Поехали, ждем. Вот здесь модератор. Он, в принципе, справляется со своей задачей, но не лишним было бы что-нибудь на резьбу накрутить, если вам нужна, скажем так, идеальная тишина. Пистолет однозарядный, я напомню. Заряжается вот такой скобой. Похоже на скобу Генри, как у Самьянга, как у Суматры. То есть, вот таким вот образом. Здесь у нас идет отсек для пули. Мы видим, у нас отсек очень большой. Ну и все это дело вот так обратно возвращается. То есть, напомню. Кладется пуля, вниз опускается вот такой флажок и обратно возвращается. Здесь предохранитель, ванночка-вивер, чтобы установить что-нибудь для того, чтобы вы могли прицелиться, потому что здесь изначально ничего нет. В коробке все стандартно. Магазинов нет, поскольку винтовка, точнее пистолет однозарядная, штуцер. И все. Манометр здесь у нас положим на резервуаре, который, кстати говоря, съемный. Он просто отсюда выкручивается. Пистолет можно разобрать. Он будет помещаться чуть ли не в коробочку для документов. Ну, пойдем сейчас в хронограф выстрелим. Вот у нас отсек для пули. Кладем вот этого гиганта. Весом 5,3 грамма. Отводим флажковый предохранитель. И хронограф готов. Ну вот, почти 190 метров в секунду. Звук, конечно, страсть. Побежали отсюда. И в Аникс, и в Охотник.